По Досташковам обнаружена могила летчика-истребителя Петра Еремеева. Такой ответ получили тверские поисковики из Центра современной истории. Это позволяет однозначно говорить, что именно над Тверской землей принял свой последний бой автор первого ночного тарана Великой Отечественной войны. Долгие десятилетия считалось, что первый ночной таран Великой Отечественной войны на счету Виктора Талалихина. И только в 90-е выяснилось, что еще раньше аналогичный подвиг в небе Подмосковья совершил Петр Еремеев. Тогда за это его представили к ордену Ленина, а в постсоветское время еще и к званию Героя России. При этом свой последний бой он принял в Калининской области на деревне Турское Осташковского района. Тройка наших МиГ-3, одним из пилотов которого был и Петр Васильевич Еремеев, была атакована четырьмя мистершмиттами. И, к сожалению, все трое наших летчиков были сбиты. Два погибли, один остался жив, но также умер от ранений. Долгие годы, работая в архивах, энтузиасты пытались найти точное место гибели Петра Еремеева. И только этой весной поиски увенчались успехом. Исследуя место предполагаемого падения истребителя, поисковики сначала обнаружили обломки самолета. Заводские номера подтвердили. Это тот самый МиГ-3. А в 20 метрах обнаружили и человеческие останки. Причем захороненные, как положено. Мы понимаем, что это летчик. Под головой в останках шлемофон лежит. Мы находим смертный медальон. Он был передан, как и останки в настоящее время, передан в Центр современной истории для экспертизы. Медальон был вскрыт, он заполнен. И там действительно стоит Петр Васильевич Еремеев, 1911 года рождения. Сейчас решается вопрос перезахоронения. Это могут сделать либо на одном из воинских мемориалов Подмосковья или Тверской области, а могут передать родственникам, проживающим в Челябинской области. Попутно поисковики надеются, что в истории Великой Отечественной будет сделана поправка. И начиная со школьных лет, жители нашей страны будут знать, что первый ночной таран совершил именно Петр Еремеев, павший смертью храбрых на Калининском фронте.